Так, ну чего вы знаете, чекаться, и че сможет Россия действительно перевести полностью себе над всей, знаете, военной реки, про це говорим далі. Знамо назвиско Юлий Дубов, письменник. Юлий, приветствуем вас в эфире телеканала Київ. Добрый вечер. Юлий, смотрите, вот этот перевод вообще всей России, давайте так, на войну, на военные рельсы. Так, каких последствий ожидать и способен ли, ну вообще, этот режим работать в таких условиях, да? Да, присоединив бизнес, да, отдавая ему приказы в том плане, что вот все ради победы, все ради нашей с вами вот такой, знаете, истории. Ну, вообще говоря, он ровно на это и рассчитан. И началась же эта история не сегодня, не вчера. Эта история началась с разгрома Юкоса. А, Ходорковский. Еще оттуда? Ну, конечно. Потому что уже тогда Кремль начал подбирать бизнес под себя. Да. Количество людей, которые бизнесом занимаются независимым, я имею в виду большой бизнес, в России уменьшалось год от года. Потому что даже те, кто считали себя независимыми, они так или иначе были на побегушках у Кремля. Не все время, но они знали, что их существование и благополучие зависят от того, достаточно ли они послушны. Поэтому послушными были все. И сейчас это просто продолжение той же самой линии, только в военных условиях. Ну, смотрите. У меня есть ощущение, что никаким триггером он не послужит. Российские бизнесмены, как показали последние годы, люди послушные и трусливые. Я не думаю, что мы с вами можем вспомнить хоть одно имя, хоть одну фамилию человека, который открыто стал бы против. Были бизнесмены, которых объявляли противниками. Но, насколько я знаю, никто из них самостоятельно этого не сделал. Но те, кто против выступал, они как-то, знаете, уже в ином мире, Юлий. Как-то вот так, да? Это да. Сразу Борис Немцов и меня всплыли. Тоже нету человека. Тот, который тоже... Ну, последний. Борис Немцов не бизнесмен. Он политик. Да, не бизнесмен, да. Это был представитель политического класса. Окей, если говорить о потенциальной смене Владимира Путина, вообще сейчас как вот эти разговоры, как вы воспринимаете? Меняет его, не меняет, готовится к преемнице? Или не готовится к преемнице? Вот как вы на это смотрите? Я не думаю, что готовится к преемнице. Я думаю, что это произойдет достаточно естественным образом. И я не думаю, что это что-нибудь серьезно поменяет, поскольку главным, одним из главных результатов правления Путина является тотальная мобилизация мышления людей в России. Поэтому человек, который придет за Путина, он будет следовать в русле этой тотальной мобилизации. Должны произойти очень серьезные события для того, чтобы поменять сознание людей. Только тогда можно говорить о том, что преемник Путина будет от Путина отличаться. А о каких событиях мы потенциально можем говорить, Юрий? Я бы одним из таких событий рассматривал поражение России в войне. Чего я очень желаю и надеюсь, что вы это тоже со мной разделяете. Не, естественно, Юрий. Тут, конечно, мы с вами в этом плане не можем иметь разных точек зрения. Потому что где я сейчас, в столице страны, которая, знаете, противостоит вот этому путинскому злу? Окей, Юрий, тогда вот такой вопрос. Скажите, Путин долгое время никуда не выезжал. А вот сейчас последнее, да, вот он в Туркменистан, Каспийский. Вот эти поездки его, понятно, что в рамках постсоветского пространства и так далее. Вот это попытка что? Найти каких-то единомышленников? Потому что получается, что даже по странам АДКБ как-то там не очень много у него тех ребят, которые скажут, окей, давайте что-то делать, присоединяться или как-то работать вместе. Ну, кроме Лукашенко, конечно. Ну, зачем он ездит, знает только он сам. Но у него есть несколько проблем, которые, по-видимому, решаются только на президентском уровне. Первая проблема – это санкции, которые, судя по всему, его сильно беспокоят. И, конечно, некоторая помощь от других государств могла бы позволить ему объехать эти санкции на Кривой Козе. Но похоже, что он пытается их найти себе на Востоке. Что из этого получится, никто не знает. Вторая причина, вторая проблема, которая у него есть – это ощущаемая нехватка живой силы на фронте. Я не исключаю, что какие-то переговоры и с Туркменией, и с Таджикистаном ведутся на тему того, чтобы каким-то образом восполнить те потери, которые несет российская армия, не прибегая к мобилизации внутри страны. И третья – ему же надо куда-то ездить, он же все-таки президент. Он бы, конечно, с удовольствием поехал бы в Париж или в Лондон, но как-то его здесь не ждут. И вообще хочется приехать туда, где тебя не будут в лицо называть уголовным преступником. Но вот он нашел себе такой уголок. Юлий, по поводу мобилизации. А на уровне самих россиян, как бы вы оценили вот этот потенциал? Священная война в голову и вперед защищать Родину. Или просто одна история, когда тебя спрашивают, поддерживаешь ли ты Путина или так называемую спецоперацию, а брать ружье и идти на фронт, то не вариант. Ну, на этот вопрос я, к сожалению, вам ответить не смогу, потому что меня в России не было уже 20 лет. Люди, с которыми я общаюсь, находятся на примерно одной и той же со мной позиции. С теми, кто находится на другой позиции, я не общаюсь. Я слышал, что их много. На что они готовы, я не знаю. Как правило, тех, кто кричит «Ура! Вперед!» всегда больше, чем тех, кто идет вперед с винтовкой. Но это общее соображение. Смотрите, а хотел бы вас еще спросить по поводу состояния здоровья Владимира Владимировича. Скажите, Юля, по вашему мнению, насколько имеют под собой какие-то основания разные, знаете, вбросы, вкиды или данные всяческих разведок, о том, что действительно там не все хорошо? И скоро, как мы предполагаем, физический конец тут буквально недалеко. Я бы хотел, чтобы это было правдой. Правда это или нет, я не знаю. Ну, давайте так, тогда, смотрите, по поводу боязни самого Путина о своем физическом состоянии. Тут BBC пишет о том, что ни вторжение в Украину, ни четыре привыки против коронавируса, ни ослабление пандемии не отменили карантина для тех, кто контактирует с Владимиром Путиным. Пишут о том, что регулярно в изоляции сидят пилоты и медики для доступа в чистую зону. Сотни людей четыре раза сдают вот эти ПЦР-тесты и дважды проверяют антитела коронавируса. Тоже берут и дополнительные анализы. Вот это о чем говорит? Это говорит о том, что есть такое психическое заболевание, называется паранойя. Значит, я думаю, что этот диагноз можно ставить достаточно уверенно. Что касается прочих диагнозов, которые называются, то здесь я ничего сказать просто не могу. Во-первых, я не врач. А во-вторых, известные мне сообщения из английской и американской прессы, если их внимательно читать, являются просто перепечатками некоторых телеграмм... того, что опубликуется в некоторых телеграмм-каналах. Вот насколько можно доверять этим телеграмм-каналам, я просто не знаю. Я не знаком с их авторами. И, к сожалению, ничего здесь сказать не могу. Мы про это узнаем потом, попозже. Юрий, хотел бы далее поговорить с вами о двух вариантах развития событий. Вот, да, я еще давал интервью глава украинской разведки, главного управления разведки Минобороны, Кирилл Буданов. Вот, и он говорит о том, что продолжается процесс избрания приемника Путина. Ну, окей, да, пускай мы там можем говорить, не говорить, но все же. Но интересно второе, второе его предложение, да, вот, а группы влияния в его окружении должны между собой найти консенсус. Ну, это сложно им дается. Есть там какая-то грызня или там пока все всех устраивают? Обязательно есть грызня. Значит, я вам точно сказать не могу, потому что, опять же, я ни к одной из этих групп не имею отношения. Но в подобных ситуациях грызня есть всегда. Достаточно вспомнить то, что происходило после смерти Сталина. Там же не было никакого единодушия. Ну, скорее всего, нет. Достаточно вспомнить то, что происходило после смерти Черненко. Если вы помните, то в то время на поезд генерального секретаря всерьез, помимо Горбачева, претендовали секретарь московского горкома, к сожалению, не помню сейчас, как его зовут, и секретарь ленинградского горкома, Романов. Да, московского Гриша. Гриша на Романов Горбачев. И видимые единодушия, с которыми выбрали все-таки в конце концов Горбачева, оно было видимым. Борьба была серьезная. Про это много писали в свое время. С чего бы это вдруг сейчас, они все стали единодушными. У каждого есть свои интересы. Они не все заточены на Путина. Как же тогда сам Владимир Путин позволяет, что это заточенность не только на него одного? Он это понимает? Он как бы это знает? Или просто, вот знаете, те люди, которые у него в подчинении, ну понятно, что каждый из них играет свою игру, ради своих же шкарысловых интересов и так далее. Но все же. Понимаете, вассал моего вассала... А, не мой вассал. Не мой вассал. Поэтому у каждого из тех, кто находится в его окружении, есть своя группа интересов. Путину удается эти группы растаскивать за ошейники. Но они есть. И интересы у них разные. И предложения, и мысли у них разные. И свои соображения по поводу того, кто должен стать во главе, у них тоже разные. Те финансовые группы, как я понимаю, которые заинтересованы в окончании войны, насколько у них, знаете, так сильны позиции для того, чтобы, ну, доказать свое, и как-то, знаете, все-таки свернуть эту историю назад, хотя бы попытаться? Или пути назад просто сейчас не существуют, как варианта? Мне неизвестны финансовые группы в России, которые были бы заинтересованы в окончании войны. Я не видел ни одного публичного заявления по этому поводу. Но они же потерпают или нет? Или их все пока устраивает? Санкции, олигархи, когда и по ним бьют? Или это все, это как, знаете, так? Они теряют. Теряют. Их это не устраивает. Но любое публичное заявление приведет для них к существенно более катастрофическим результатам, чем то, что с ними происходит сейчас. Вот это они понимают совершенно точно. Правильно ли вы разводите эту историю на разные башни Кремля? Финансовые, силовиков, да? Разные группы и так дальше. Я думаю, что неправильно. Я думаю, что в каждой из этих групп есть свои силовики, есть свои финансисты, есть свои деньги, есть свои интересы. Насколько... Потому что группа, в которой не было бы своих силовиков, она бы не добилась результатов. Она бы не добилась результата. Юлия, напоследок, скажите, вот если мы говорим о преемнике, не важно там, каким образом и так далее, и так далее, то вы скажите, вот среди тех людей, которые сейчас фигурируют, разные там Кириенки, Сечины, да, там Песковы и Медведевы, хотя тоже не вариант, наверное, вот есть среди них те люди, которые потенциально вот могут оказаться, известные лица на месте вот того бункерного деда? Вы знаете, есть совершенно пророческая книга Владимира Сорокина, которая называется «День опричника». Если вы помните, то государем-президентом в «Дни опричника» был человек по имени Николай Платонович. Учитывая, что все остальное, что написано в «Дни опричника», уже сбылось, почему бы не сбыться и этому? Понятно. Давайте еще раз. Я просто глядачам, так скажу, шановне, «День опричника», пан Сорокин, варто еще прочитать для того, чтобы понять, что дальше может происходить в России и с тем режимом, который ныне очуливается там потом. Пане Юлі, я дякую вам за разговор. Спасибо за разговор. Юлій Дубов, письменник, был с нами на связи.